МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальше еще меньше. При этом большая часть участников таких встреч от политики весьма далека. Просто пришли посмотреть на столичного гастролера. Как, например, вот эти самарские школьники. Просто поприкалываться, или вы там... Публика приходит разная. Одни, чтобы поддержать, другим самим требуется поддержка. Далеко не все идет гладко. Иногда эти мероприятия заканчиваются полным провалом. По закону регистрация Навального на выборах невозможна. Это уже неоднократно заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова. Навальный это знает и, несмотря ни на что, продолжает собирать пожертвования. Общая сумма уже достигла почти четверти миллиарда рублей. Мы исходим из того, что нам нужно будет собрать и потратить миллиард рублей. Но почему Навальный, будучи юристом, отказывается признать объективный юридический факт? Он является дважды судимым за охищение в особо крупных размерах, что он ни при каких условиях не может быть зарегистрирован. Почему он вводит своих сторонников в заблуждение и продолжает брать у них деньги? Продолжает и сбор средств на свою избирательную кампанию. Вы не думаете, что это мошенничество, Алексей? Так зачем собирать деньги на заведомо провальную предвыборную кампанию? Что это? Политическая авантюра или спланированная афера по выкачиванию пожертвований из доверчивой публики? Хомяки и капуста. Кто в команде Навального отвечает за поступление денег на счета? Кто на самом деле зарабатывает на митингах? У меня нет недвижимости за рубежом. Навалил и слил. Куда утекают деньги с избирательных счетов? Ребята, мне срочно нужен адрес ближайшей психушки. Подайте на процветание. Серые схемы финансирования и черная касса Алексея Навального. Разоблачение аферы, жертвами которой могут оказаться тысячи людей. Смотрите прямо сейчас. Четверть миллиарда рублей. Деньги, собранные на так называемую избирательную кампанию Навального. Сумма не только поражает воображение, но и вызывает массу вопросов. Кто ему дает денег, мы не знаем. Это абсолютно закрытая информация, нам ее не показывают. Вообще довольно много сочувствующих Навальному людей, которые сидят в Лондоне. Большинство постоянных спонсоров Навального хорошо известны. Это олигархи Зимины, крупный бизнесмен и автомагнат Сергей Петров, а также Павел Ивлев, адвокат Михаила Ходорковского. Деньги поступают и от рядовых сторонников Навального. Но на что именно тратятся эти пожертвования? И как это отследить? Реальный платежик никто, естественно, не публикует. То есть вот там направление А потрачено столько, направление Б столько, то, естественно, никакой детализации расходов там нет. Существуют лишь графики и отчеты, которые составляет лично главный помощник Навального Леонид Волков. Вот они. Здесь указано, что 67 миллионов оппозиционеры потратили себе на зарплаты. 31 миллион на аренду помещений. 26 миллионов ушло на некие агитматериалы. Но вот проблема. Как проверить все эти цифры? Ни разу ни одного отчета нам не показали. Они показывают только инфографику. Это не отчеты. Это фуфло. Помощник Навального Волков предлагает поверить ему на слово. Говорит, расходы огромные, но все учтено. Однако даже если бегло взглянуть на его графики, нестыковки очевидны. Вот информация напрямую от Волкова. Примерно в среднем одна встреча нам обходится в 400-500 тысяч рублей. 400-500 тысяч. Запомним эти цифры. А вот более точные данные от пресс-службы Алексея Навального. Встреча в одном городе обходится нам в 217 тысяч рублей. 500 тысяч и 217. Разница более чем в два раза. Кто-то из этих двоих ошибается. Или попросту лжет. Изникает вопрос, а куда деваются все остальные деньги? Собственно, здесь и главный ответ. Они просто пилятся. Но нельзя на акцию в небольшом городе потратить 500 тысяч, чтобы провести митинг. Это не концерт рок-звезды. Здесь не нужно специальное оборудование. Нужен микрофон, две большие колонки и сцена небольшая. Предвыборный майнинг. Как миньоны пилят миллионы. Сколько стоит предвыборная компания, которой нет? Да, нам очень нужны деньги. Делайте взносы, господа. Внутренняя кухня региональных штабов и схемы хищений из партийной кассы. Путешествуют по стране с рюкзачком денег, ну и раздают в своих штабах. Секта свидетелей Навального. Тайная жизнь ближайшего окружения. Это классическая секта, классический вождизм. Зачем руководство его штабов набирает в команду активистов секс-меньшинств? Я сплюсь давно. И любителей экстремальных развлечений. А как соприкасаются темы ВДСМ и Навальный? Что там делают проходимцы, уголовники и наркоманы? А что вы курили? Гашиш. Сколько зарабатывают так называемые борцы с российской коррупцией? И почему они скрывают свои настоящие доходы? Куда утекают пожертвования? И как оппозиционеры делают деньги на доверчивой публике? Эксклюзивные материалы и невероятные откровения активистов оппозиции. Кто на самом деле зарабатывает на митингах? Смотрите прямо сейчас. Это невероятно. Но все пожертвования в адрес Навального поступают на личные счета его помощника Леонида Волкова. Только через свою карту в Сбербанке он собрал 73 миллиона рублей. И распоряжается этими деньгами главный помощник Навального по собственному усмотрению. Так, например, своей бывшей жене Наталье Грединой он перевел 175 тысяч рублей. А своей нынешней супруге, начиная с января этого года, Волков перечислил в общей сложности почти миллион. Это настоящий семейный подряд. Жена Волкова, Анна Бирюкова, тоже сотрудница фонда борьбы с коррупцией. Ее Волков отбил у своего соратника, Георгия Албурова. А тот в отместку выложил в интернете обнаженные фото бывшей пассии. Сейчас Волков и Бирюкова обживают свой дом в элитном коттеджном поселке Орлов в ближайшем Подмосковье. Эти кадры мы сняли полгода назад. Попасть сюда человеку с улицы невозможно. Аэросъемка передает все великолепие усадьбы. Дизайн под старину. Цветочные клумбы, кованые заборы и ажурные фонарные столбы. Сколько здесь примерно? Куда мы стоим? Вот. Семь. И... Семь. До двадцати пяти. Информация на сайте поселка подтверждает слова охранника. Самые скромные апартаменты площадью 140 квадратных метров стоят 10 миллионов рублей. А вот кадры, сделанные несколько дней назад. У входа в таунхаус стоит припаркованная машина Леонида Волкова. В новом доме вовсю идет ремонт. Не так давно закупили сантехнику. В распоряжении нашей редакции есть документы, которые подтверждают, что деньги на нее были списаны со счета, предназначенного для пожертвований. Сумма покупки впечатляет. 296 тысяч рублей. Впрочем, чему тут удивляться? Средняя цена за ванну на сайте магазина 50 тысяч рублей. А стоимость одного только унитаза здесь доходит до 30-40 тысяч рублей за штуку. Нам известно, что Леонид Волков также с избирательного счета приобрел сантехнику почти на 300 тысяч рублей. Кто контролирует эти расходы? Скажите, пожалуйста. Коттедж в Подмосковье не единственная недвижимость Волкова. Есть еще дом в Люксембурге. 150 квадратных метров. Четыре спальни, большая гостиная, столовая с выходом на балкон. Цена около 900 тысяч евро. И это при том, что Волков ни на одном этапе своей карьеры таких доходов не получал. У меня нет недвижимости за рубежом. Как это так? Ну так это так. Важная деталь. Покупка этого дома в Люксембурге пришлась аккуратно окончание компании Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году. Пожалуйста, сколько он получает в месяц? Примерно. Столько, сколько мне надо. Несоответствие зарплат расходам – первое, что бросается в глаза. И это касается не только Волкова. Знакомьтесь, это Евгений Замятин. В пользу оппозиционера он пожертвовал 2 миллиона рублей. А этого человека зовут Вячеслав Гемади. Он потратился на 2 миллиона 400 тысяч. Руслан Шеведдинов внес 9 миллионов рублей. Если вы думаете, что все эти люди олигархи, то глубоко заблуждаетесь. Средняя зарплата каждого из них – не более 50 тысяч рублей. Все они – активисты Навального. В распоряжении редакции есть все документы, подтверждающие эти финансовые махинации. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас такие деньги, что вы делаете такие перечисления в штаб Алексея Навального? Что? А сколько вы перечислили? В адрес штаба Алексея Навального. Можете точную сумму назвать? Это предпочит. А вот еще один добровольный жертвователь. Роман Рубанов – директор фонда борьбы с коррупцией и ближайший соратник Навального. Он просто так подарил своему начальнику 3 миллиона 700 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, откуда эти деньги? Кириенковская пропаганда. Кириенковская пропаганда. Неужели Роман Рубанов и другие из этой компании делятся с боссом личными сбережениями? На этой съемке, проведенной в одном из московских ресторанов, видно, как Рубанов получает пухлый конверт. А на этих кадрах фигурирует уже другой пакет – красный. По некоторым данным, в нем 7,5 миллионов рублей. Посредником при передаче денег выступил ныне покойный депутат Госдумы Валерий Зубов. Соратник – олигарха, миллиардера Сергея Петрова, проживающего в Австрии. Навальный из года в год строит свою политическую кампанию на борьбе с такими депутатами. А тут вдруг берет от них деньги. Впрочем, все противоречия легко объясняются, если учесть, что получение дохода входит в планы как самого Навального, так и людей из его окружения. Именно этим объясняются его бессмысленные гастроли по городам и весям. Даже там очень близкие к Алексею люди, в общем, с самого начала знали о том, что никакой избирательной кампании реальной не будет. Это все история для того, чтобы денег поднять. Процесс освоения бюджетов требует продолжения шоу, в котором задействованы самые разные персонажи. Например, вот женщина в каске – Жанна Доброжан. Аппозиционерам очень страшно выходить, по-моему, на улице без каски. Жанна – активистка Белгородского штаба Навального. В городе ее знают как организатора и участницу садомазохистских вечеринок. Ее интернет-блог посвящен популяризации БДСМ-культуры. Унижение, иглы, связывание, доминирование и подчинение. Вот Жанна хлещет плетью девушку. А на этих кадрах сама Жанна наслаждается расплавленным воском, который льют ей на ягодицы. А как соприкасаются темы БДСМ и Навального? То, что моя гражданская позиция выражается в одном, то, что моя личная жизнь выражается в другом, это не должно заботить в принципе никому. Сейчас в штабе Навального от Доброжан открещиваются. Не видели, не слышали, не знают такой. У нас такая не работа. То есть вы такую не помните вообще? Я не знаю, за что это. Я сплю с говном. А это Виолетта Грудина, руководитель мурманского отделения. Еще одна проповедница сексуальной свободы и активистка сообщества секс-меньшинств. Я сплю с толстым медведем. А ты антона по мне? Это кадры из Смоленска, с одной из так называемых прогулок Навального, когда политик отправляется в народ, чтобы пообщаться. Появление в колонне молодого человека в розовом бюстгальтере участников акции не удивляет. Геи, лесбиянки и эпатажные фрики. Шоу должно продолжаться. А как по-другому объяснить появление в команде Навального вот этого человека? Судя по информации на личной странице в соцсети Ильи Данилова, на сегодняшний день у молодого человека в жизни три увлечения. Навальный, сатанизм и сексуальные игрушки. Вы сейчас говорите о какие-то глупые вещи, про какие-то секс-игрушки. Я ничего не знаю о секс-игрушках. У меня никогда подобных игрушек не было. В конце октября в Ярославле бойцы на Цгвардии задержали шестерых подростков, учащихся местных школ и колледжей. В интернет-переписке эти сторонники Навального обсуждали подготовку терактов. Ну вот, опора моста мы видим, в которую как раз ребята кидали бутылки с легко воспламеняющейся смесью, эти коктейли Молотова. В мессенджере они обговаривали такие действия, как захват отдела полиции, совершение диверсии. У ярославских подростков был наставник, учащийся местного колледжа Вадим Диев. Настоящая подпольная группировка. Он является волонтером регионального штаба Навального, поддерживает идеи Навального. И, соответственно, использовал вот это так называемое движение «Артподготовка» в своих целях. Все задержанные оказались сторонниками националистического движения «Артподготовка». Его основатель Вячеслав Мальцев, соратник и единомышленник Алексея Навального. Вот они вместе на фотографии. Мы за революцию. За революцию давайте, пожалуйста, присоединяйтесь к Мальцеву. Мальцев предлагает прямые действия вперед на Берлине. Чат, в котором общались подростки, носил название «5-11-17». Дата на календаре, когда националист Мальцев обещал устроить в России революцию. Вот ярославские подростки обсуждают планы на этот день. Нападение на полицейских и захват зданий органов власти. А вот делятся рецептами химического оружия и коктейля Молотова. Одновременно с операцией в Ярославле российские спецслужбы пресекли деятельность еще нескольких ячеек «Артподготовки» в других городах страны. Националистов задержали в Москве, Краснодаре, Красноярске, Казани, Саратове, Самаре. Во всех городах на конспиративных квартирах изъят один и тот же боевой арсенал. Коктейли Молотова, оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств. У нас в Сарапике уже отслеживают передвижение, так сказать, полицейских. Это Юрий Корный, тоже активист артподготовки. Его вместе с четырьмя сообщниками задержали за полчаса до запланированного имя теракта в Москве. Диверсанты планировали закидать брикеты сена, оставшиеся на Манежной площади после ярмарки, бутылками с горючей смесью. А это кадры из Нижнего Новгорода. Задержание еще одного члена команды Алексея Навального. Мусатов Дмитрий Алексеевич. Родился 30-50-1997-го. Этот молодой человек привлек внимание сотрудников полиции своим неадекватным поведением. Да, я сегодня курю. А что вы курю? Гашиш. Дмитрий Мусатов рассказал, что наркотиками балуются и его коллега, координатор саранского штаба Ильдар Неваев. Не видит в этом ничего противозаконного. Именно употребление, приобретение для личного пользования. На какие деньги покупались наркотики, можно только догадываться. По словам Мусатова, Неваев получает деньги из центрального штаба Навального на оплату работы волонтеров. Средства поступают, они поступают на счет Ильдара, либо на счет, который принадлежит Ильдару, но зарегистрирован на кого-то другого. Деньги, по идее, рассчитаны на всех волонтеров, но они не выплачиваются. Вместо этого за каждого приведенного и каждый, кто вообще пришел, даются значки, браслеты, наклейки на телефоны. Но деньги никому Ильдару не платит. Дмитрий Шестаков знает финансовую кухню региональных штабов Навального не понаслышке. Несколько месяцев он был координатором отделения в Ульяновске. Сегодня и только нашей программе он впервые расскажет, как распределяются собранные деньги. В начале, что меня, конечно, поразило немножко, да, то есть вот первая встреча с Леонидом и Алексеем, которая продлилась минут 10, Леонид мне выдал 100 тысяч рублей. То есть, по большому счету, мы с человеком первый раз увиделись, только-только познакомились. Вот, я спросил, а нужна ли какая-то расписка, или мне, может, хотя бы паспорт показать. Нет, ничего не надо. Финансирование проходит по серым схемам. Выявить и отследить перемещение денег практически невозможно. И этим пользуются все звенья цепи. От региональных активистов до ближайшего окружения Навального. Чаще всего, конечно, это были электронные переводы. Кроме этого, еще использовалась и передача денег, скажем так, из рук в руки. Люди, по сути, путешествуют по стране с рюкзачком денег, ну и раздают в своих штабах. Сбор денег продолжается. Зачем отказываться от процесса, который приносит такие доходы? Этот человек – руководитель московского штаба Сергей Бойко. А женщина – его коллега и любовница Кристина Жданова. Вот фотографии с их совместного отдыха. Египет, Таиланд, Мексика. По некоторым данным, всего за минувший год политические активисты посетили полтора десятка стран. Интересно, на какие деньги такая «дольчевита»? В штабе нашей съемочной группе удалось застать и самого Бойко, и его подругу. Очень сильно запасыли. Прочность за медицинская помощь. Подскажите, пожалуйста, где ближайшая больница? Простой вопрос о доходах и расходах мы задали несколько раз. Бойко говорил все, что угодно, но не сказал ни слова о своих многочисленных поездках по миру. Нам пришли какие-то странные люди. Они рассказывали нам про рептилоидов и плоскую землю. Мы над ними смеялись, а они обижались и не хотели уходить. По словам бывших соратников Алексея Навального, финансовое злоупотребление в штабах скорее правило, чем исключение. У Навального воруют его же, так сказать, соратники, да, кого он назначает на голову штаба. Даниэла Подморина – участница оппозиционного движения с 2011 года. Из Вологодского штаба Навального ее уволили за попытки поднять вопрос о финансовых злоупотреблениях координатора местного отделения. Речь вот об этом человеке. Евгений Доможиров – руководитель сразу двух штабов – Вологодского и Череповецкого. Он берет старые компьютеры, которым лет уже 10, наверное, которые уже просто пылятся. В ведомостях он указывает то, что он купил абсолютно новые компьютеры, себе в карман он спокойно клал до 300 тысяч. По данным Подморина, ежемесячно штабы в Вологде и Череповце получают от 200 до 240 тысяч рублей. Итого до полумиллиона в месяц – сумма, которой распоряжается Евгений Доможиров. А ведь это – добровольные пожертвования людей, которые искренне верят Навальному и хотят его поддержать. У самого Доможирова на обвинение бывшей соратницы один ответ. Подморина врет, она просто... На сайте Навального призывы делать взносы и пожертвования на кампанию по выдвижению в президенты. И это при том, что и он сам, и его ближайшее окружение прекрасно понимают – судимость делает его регистрацию невозможной. Навальный лукавит, утверждая, что Европейский суд якобы принял решение в его пользу, и приговор по кира в лесу должен быть отменен. Напротив, суд лишь указал на отдельные процедурные нарушения. По существу же, приговор признан правильным. Европейский суд по правам человека, он в ряде своих решений отмечал, что такая практика, недопуска на выборы лиц, которые были ранее судимы, она соответствует, в общем-то, международному праву и Конвенции о правах человека. Более того, Европейский суд отказался считать дело Кира в лесу политически мотивированным, подтвердив, что это обычное уголовное дело о воровстве. Тот факт, что Навальный не может быть зарегистрирован, подтверждала и председатель ЦИКа. Причем она говорила это уже неоднократно и даже в эфире оппозиционного дождя. У него нет шансов быть зарегистрирован на выборах из-за его судимости. Справедливо это, как вы считаете? Ну что значит справедливо? Это по закону. Но если шансов на регистрацию нет и быть не может, то почему он продолжает собирать деньги? Неужели он не понимает, что у него их попросят вернуть? Мы сделали все, чтобы получить ответ на эти вопросы из первых уст, от самого Навального. Ждали его у входа в офис целый день. Но обсуждать эту тему гигант мысли и отец русской демократии категорически отказался. Алексей, добрый день, телеканал РНТВ. Скажите, пожалуйста, вы имеете непогашенную судимость, но продолжаете сбор средств на свою избирательную кампанию? Вы не думаете, что это мошенничество, Алексей? Первый звонок прозвучал от Михаила Костенко. Он потребовал вернуть ему 50 тысяч рублей, пожертвованных на предвыборную кампанию. В конце ноября Савеловский районный суд Москвы удовлетворил его иск. Перечисляя эти деньги, он не знал, что он является дважды судимым за охищение в особо крупных размерах, что он ни при каких условиях не может быть зарегистрирован, не может принимать участие в президентской кампании. На суде адвокаты помощника Навального Леонида Волкова настаивали, что Костенко свои деньги Навальному просто подарил. Если я что-то там кому-то подарил, то я все, я как бы не имею права требовать дальше с этого человека ничего. А вот пожертвование, ему нужно там представлять документы, на что ты это потратил. То есть, условно говоря, если ты собираешь деньги на лечение бабушки какой-то больной своей, а потом потратил на поездку в Париж или в Испанию, значит, ты смошенничал. Судя по тому, как Навальный и его команда распоряжаются пожертвованиями, они действительно считают их подарками. Вот, к примеру, чек из ресторана в Астрахани, где отужинал Алексей Анатольевич в рамках своего турне. Общий счет почти 23 тысячи. В этот день Алексею Анатольевичу подавали стейки Рибай, стейки Стриплойн, Карпаччо, вяленую утиную грудку по-каталонски, сливочный суп с семгой, мясной Наполеон и треску с сыром Бри. Возникает вопрос, а могут ли позволить себе подобный банкет те, кто жертвует Навальному свои деньги? А вот еще один чек на 10 тысяч рублей и еще на 13. Навальный живет как очень богатый буржуар. Он себе особо ни в чем не отказывает, точнее, вообще ни в чем не отказывает. Но, ну, другое дело, что, ну, скажем так, он живет ровно так же, как те, с кем он борется. Летом 2017-го Алексей Навальный побывал в Испании. Несколько дней они вдвоем с супругой жили в курортном городке Реус. Там он и отметил свой день рождения. Затем супруги перебрались в Мадрид. Закончилось путешествие в Барселоне, в отеле, расположенном в историческом центре. Навальный снимал два номера под 20 тысяч рублей за ночь каждый. Алексей Навальный хоть и рассказывает на своем сайте, что до сих пор живет в обычной трешке в Марина. На самом деле уже давно переехал в квартиру в комплексе бизнес-класса на улице Мастерково. Площадь 160 метров. Средняя стоимость аренды такого жилья 150 тысяч рублей в месяц. Передвигается с целой свитой. Два внедорожника, водители, охранники, а с недавних пор еще и личный фотограф. Но кто за это все заплатит? Я предполагаю, что просто вся вот эта вот его обслуга, это финансирование идет со стороны именно штаба. Ну, то есть, в принципе, за счет собранных денег на, в кавычках, избирательную кампанию. Чтобы поток пожертвований не иссякал, шоу должно продолжаться. Любыми средствами. Очевидно, популистские лозунги, откровенные провокации и несанкционированные акции. Вроде этой в Саратове. Распиаренный митинг на детской площадке, после которого остались лишь кучи мусора, вытоптанный газон и сломанные скамейки. Команда Навального оказалась не в состоянии даже убрать за собой. Команда Навального